Мужчина, который под видом специалиста по дезинсекции проникал в квартиры Саровчана и обкрадывал их, снова взялся за старое. Пройдя лечение в психдиспансере, он до суда оказался на свободе и вновь пошёл по домам. На прошлой неделе он зашёл в квартиру одного из Саровчан под видом газовщика и похитил 5000 рублей. Полицейские напоминают, что нужно быть особенно бдительными и не открывать дверь, не передавать личные вещи и деньги посторонним. Зарегистрировано сообщение Саровчанки о том, что неустановленное лицо путём мошенничества похитило денежные средства в размере 12 250 рублей. Неустановленное лицо связалось с заявительницей в мессенджере Телеграм и сообщил ложную информацию о том, что является представителем одного из магазинов. Предложила приобрести товар со скидкой. Нераздумывая, Саровчанка перевела в счёт оплаты заказ денежные средства на предоставленный номер банковского счёта неизвестному лицу. После чего администратор канала перестал выходить на связь. Другая Саровчанка потеряла более 123 тысяч рублей. Она также доверилась незнакомцу в Телеграме. Ей предложили дополнительный заработок за продвижение отелей. Женщине нужно было внести деньги на депозитный счёт, якобы для бронирования номеров в отелях. Скриншоты о броне она должна была сбрасывать администратору канала. Ей должны были вернуть её денежные средства плюс процент от отеля. Ну, естественно, Саровчанка денежные средства перевела, после чего связь с администратором прекратилась. По данным факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса мошенничества. Жертвой мошенников стала 91-летняя Саровчанка. Она доверилась очередной истории о родственнике, который попал в ДТП, и передала неизвестному около трёх тысяч долларов, которые хранила в квартире. Ещё по одному эпизоду горожанин передал курьеру 470 тысяч рублей. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.